Накануне в 13-й школе состоялась встреча представителей администрации Берска и жителей трёх округов. В частности, у горожан из микрорайона Белокаменный возникло много вопросов по поводу создания тротуаров, по запуску нового автобусного маршрута и по вывозу снега. Подробности в следующем сюжете. В этот раз встречу провёл заместитель главы Берска Александр Тужик. Первым выступил представитель управления капитального строительства. Отметил проблему дома 11-2 по улице 2-я заводская, который, по словам жителей, находится в аварийном состоянии. Московская организация «Юг-выход», выигравшая конкурс, должна была дать оценку дому, а также доложить о возможности его безаварийной эксплуатации, но не сделала этого. 23 ноября МГУ в одностороннем порядке расторгла договор. По словам замдиректора УКСа, денег московская организация не получила. В 2018 году будет проведён повторный конкурс. Горожане опасаются, что процедура затянется, а дом за это время разрушится. Остаётся надеяться, что следующий подрядчик окажется более добросовестным. Что будет с нами зимой, когда ударят морозы, а зиму обещают уж очень суровую. Что будет весной, когда грунты начнут оттаивать. И строители мне говорят, солнечная сторона вперёд, оттает грунт, и дом начнёт окоситься. А та сторона будет теневая, она будет продолжать стоять. Всё. Немало вопросов у жителей возникло по поводу микрорайона Белокаменной. При создании дороги возле дома 49 по улице Белокаменная строители неправильно сделали ливневую канализацию, отметили собственники. Мы подошли, я лично подходила, наша старшая по дому подходила к строителям. Ребята, вы же смотрите, наш дом проблемный. Там надо водослив делать, эту ливневку такую, чтобы наш дом не затопило. Ну что вы думаете? Делали-делали, перекрывали нашу дорогу там сколько раз. Эту ливневку сделали на полметра выше нашей дороги. Этот вопрос занесли в протокол собрания и передали депутатам. Среди других тем жители Белокаменного жаловались на старые автобусы, а также на то, что они редко ходят. Надежда Нятина, начальник транспортного отдела Берска, пояснила, с февраля 2018 года откроется новый маршрут. Из Белокаменного в микрорайон.